Акцент Давно у нас прошел образовательный форум «Синергия Севера». И как, на ваш взгляд, достиг ли он своей цели? Как вообще прошел форум? Если так коротко ответить, да, достиг. Но если полностью раскрыть эту тему, то форум «Синергия Севера» в этом году собрал 150 участников по трем основным направлениям. Это направление добровольческое, это направление предпринимательское и техническое направление в виде такого общественного движения, как «Я инженер». И если так посмотреть по названию наших направлений, «Я инженер, ты предприниматель, а мы добровольцы», это все вместе складывается в единую логику. То есть каждый, допустим, занимается своим направлением, но все вместе создаем определенное добровольческое движение, занимаемся добровольческой деятельностью, когда помогаем близким, когда помогаем незнакомым нам людям, попавшим в беду. И этому движению подвержены абсолютно все, независимо от того, чем они занимаются. Что касается самого форума, то он у нас в этом году проходил с 7 по 11 августа в Нижнем Бестяхе. Место выбрало в этот раз другое, нежели чем обычно мы проводили эти форумы. Если раньше, начиная с Сахаси-Легиры, это была местность Усь-Хатын, потом форум плавно перекочевал в местность Артодайдухан, Галаско-Улуса. В этом году рассматривались разные варианты. И мы подумали поменять немного географию проведения, чтобы и показать нашим гостям, кстати, которые приехали и из других регионов нашей страны. Были ребята из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, были коллеги-гости с Дальнего Востока, с Чукотского автономного округа. В принципе, география и Дальнего Востока, и Сибирь была представлена. И наша задача была показать в том числе и жизнь, которая, допустим, идет за речью. Мы довольны охватом, потому что приехали и арктические районы, и не только они приехали, они еще активно участвовали, представляли свои проекты в рамках форума. И эти проекты были достойно оценены и нашими гостями форума. Вот, допустим, в единой конкурсной комиссии грантовой принимал участие исполняющий обязанности председателя правительства Владимир Солодов. Кстати, у нас этот форум еще уникален тем, что впервые его посетили как глава республики, так и председатель правительства. Айсен Сергеевич Николаев встречался с участниками форума в первый день, на церемонии открытия он участвовал в виде диалога на равных. Это федеральный проект, который мы реализуем. И уже по истечению самого форума, когда он проходил, когда с ребятами проработали эксперты, эксперты, я уже говорил, что у нас были с разных регионов страны, с Москвы, с Дальнего Востока. К нам приезжал и руководитель дирекции Ассоциации волонтерских центров России, и приезжал эксперт в области цифровой экономики с Москвы Кирилл Шишлов. Он работал с предпринимателями. Как раз вот сфера IT, сфера перехода на цифровую экономику, это сейчас является определенным приоритетом. И понятно, что наша задача была, ребят тоже в этом направлении подготовить. Наши министры были в листах. Министры были, да, за что я очень благодарю коллег, что они нашли время в плотном графике и посетили, пообщались с ребятами. Ведь это очень важно, они получают определенный отклик от представителей министерств по тем или иным направлениям. Какие проекты были выделены и какие проекты понравились лично вам? Идеи были все отличны. У каждого молодого человека, который выступал и, видно, чувствовалось волнение определенное, у него чувствуется, что он туда душу вкладывает. А это ведь самое главное, когда вкладывается душа, то и проект хочется реализовать. Были у некоторых проекты, которые только находятся на стадии идеи и нет четкой проработки механизма его реализации. Вот тут сложности, поэтому они были отклонены, допустим, единой конкурсной комиссии для получения гранта. Но это не говорит о том, что идея у него там какая-то плохая или что-то. Я ребятам об этом тоже сказал. Просто она требует доработки именно с точки зрения реализации. Вот тех вещей, которые вы предлагаете. Были проекты, связанные с шныкоходом. Шныкоход. Шныкоход, да. Значит, погружается аппарат, да, он на таком шныкоходе, он под водой, например, может проходить. И изучать, там камера прикреплена, и он изучает, допустим, трубопроводы, есть ли где утечка. Вот, допустим, газопровод в Хатасе-Павловск. Он там очень актуален. Для спасателей, да, допустим, есть, когда нет возможности, допустим. Да, это же сохранит жизнь водолазам, риск определенный для того, чтобы не подвергать опасности людей. И поиск, да, в любых условиях, да, там и при отрицательных температурах на улице погружается и комфортно там себя чувствует, потому что это техника. В поиске, конечно, автомобилей, там, если произошла какая-то трагедия, связанная там с подводой, то же самое это и можно же использовать, если проходить по магистральным трубопроводам внутри. То есть, в принципе, очень хорошее изобретение, кстати, он получил поддержку грантовую. Были ребята с интересными проектами по добровольчеству. Вот с Нирнгримского района был хороший проект по донорству, да, по вовлечению в безвозмездное донорство. участников корпораций. Был проект и у предпринимателей очень интересный. Вот я знаю, что Владимиру Викторовичу понравился проект предпринимательства из Хану, Момского Улуса. Она организовала там мини-типографию по производству на лазерной гравировке различных сувенирной продукции, пригласительных билетов и так далее. Она уникальна тем, что в Хану вообще такого, в принципе, нет, да? Что самое интересное, да, вот там направление, когда я инженер, да, смотришь, там такие уникальные иногда способы выражения мысли были, да. Мне вот лично, да, очень понравился проект, но он не был представлен на грантовый конкурс, он был просто в рамках конкурсной программы «Я инженера», потому что там как бы шло два конкурса грантовый, и плюс еще этап дальневосточного «Я инженера», и молодой человек из микроволновой печи, бэушной, неработающей, да, сконструировал сварочный аппарат. Я вот увидел в этом определенный плюс, да, почему, да? В тех же самых районах, да, когда надо там этот сварочный-то используется раз в пятилетку, он стоит копейки, если вот так его переделать, вот в том формате, в котором предлагает молодой человек. И, в принципе, это было бы хорошее подспорье, чем покупать там дорогостою. Аппарат рабочий работает? Да, прямо все он там раз и показал. Тем более, где вот мелкая, там нужна точечная сварка, идеальный вариант, особенно в таком селе, там если там где-то в тракторе что-то сломалось, да, там раз подварил там тягу или еще что-то. Этого достаточно. Опять же, возвращаясь к итогам форума, самое главное, что ребята почувствовали себя командой. А ведь это очень важно для того, чтобы реализовать свои проекты. Если у тебя есть команда, если есть люди, на которых положиться, то, в принципе, у тебя и дело спорится. Я считаю, синергия получилась, но сейчас наша задача думать и о будущем, как синергия будет развиваться. Что будет в следующем году. Что будет в следующем году. Вот многие коллеги мне задают этот вопрос. Есть идеи какие-нибудь? Вот честно, я не могу вот так вот сходу и сказать, да, что что будет в следующем году. Будет вот так, вот так и вот так. Это все будет зависеть от самочувствия самих ребят, да, от настроения в обществе, от тех запросов, которые есть в обществе. Вот если, когда мы выбирали наше направление, да, добровольческое, оно приурочено году добровольца в Российской Федерации, да, следующий год, год театра. Может быть, мы подумаем творческую сессию, да, к примеру, для творческих наших ребят. Как арт-квадрат? Может быть, да, что они будут реализовывать какие-то свои проекты в этом направлении. От ребят мы, когда была обратная связь, мы получали какие-то предложения. Ну, первое, открытость и доступность. В принципе, мы идем всегда к этому. Я всегда подчеркивал, что наше министерство, наша команда, она всегда открыта и доступна для всех предложений. Это самое главное. Второе, это возможность посещать площадки не только своего направления, но и смежных направлений, да. То есть, ребят, есть интерес и потребность к тому, чтобы, ну, интересоваться другими вещами. Может быть, мы выйдем на какой-то макорегиональный, да, уровень, да, и будем собирать сибирский, вот дальневосточный федеральный округ у себя приглашать. Может быть, дату проведения сдвинем, да, исходя из тех возможностей, которые есть у ребят. Потому что, допустим, понятно, что есть дороговизна авиабилетов, когда тяжело приехать к нам летом, да, из соседних регионов. Может, мы там сделаем в конце мая, да, когда вроде бы уже и школа там закончилась, абитуриенты, 18-летние могут поучаствовать, они уже поступили, или только поступают, там, сдают экзамен, да, и есть у студентов возможность приехать. Или, может быть, это ближе к сентября, но, опять же, это все зависит от учебного года и так далее. То есть это все обсуждаемо, мы готовы к различным предложениям, можете на нас выходить. Мы, я говорю, очень любим творческих наших подкованных людей, которые вот такими идеями блещут, и они нам всегда помогают в плане реализации каких-либо проектов. Поэтому мы всегда от них получаем определенную энергетику и пытаемся это переложить на проведение различных мероприятий. Также, вот как и по игре министр, то, что у нас планируется, мы там тоже определенные предложения ждем от наших коллег. Хорошо, спасибо большое, Иван Петрович. Спасибо вам. С вами была программа «Акцент». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!